Лазерный центр Всю свою сознательную жизнь я имел дело с лазерными технологиями. Мы поговорим с вами о современных лазерных технологиях, о том, какие операции они позволяют делать, какие результаты можно получить. И что, на мой взгляд, очень важно, если хотите, я сейчас знаю фактически всю историю развития нашей лазерной технологической индустрии, если можно так сказать. Поэтому готов ответить на все ваши вопросы. В свое время советские ученые изучили очень много технологических процессов, но, к сожалению, многие нельзя было применить вследствие того, что сами лазерные излучатели обладали на тот момент очень нестабильными характеристиками. Сегодня эта ситуация изменилась во многом благодаря нашим соотечественникам, которые разработали очень стабильные лазеры диодные, полупроводниковые, а также очень стабильные, мощные волоконные лазеры, которые обладают такими характеристиками, которые на сегодняшний день позволяют производить самые различные операции. Я постараюсь вас познакомить со структурой нашей компании, чем она занимается, соответственно, какие технологические компетенции, говоря современными терминами, какими компетенциями обладает. И самое главное, на мой взгляд, это то, что можно сегодня получить с помощью лазера. Итак, дайте, пожалуйста, первый слайд. Значит, вот наша компания, она была основана 15 лет назад и фактически со своего основания стала работать с волоконными лазерами. Волоконные лазеры, это, собственно, относятся к классу твердотельных лазеров, но обладают очень уникальными технологическими и техническими характеристиками. Вообще говоря, человечество придумало очень много лазеров. Знаете это, нет? Ну, я, насколько помню, там порядка тысячи линий генерации получено, вообще говоря, вот, собственно, лазерной генерации во всем спектре. Но технологическим лазерам, тем, которые могут быть использованы при проектировании и производстве станочного оборудования, соответственно, с требованиями цеховых условий, необходимости длительной работы, ну и всеми вытекающими отсюда требованиями, фактически используются два типа лазеров. Это СО2 лазеры с длиной волны 10,6 микрон и твердотельные лазеры с длиной волны 1,06 микрон. Соответственно, вот, прогресс пришел к тому, что в твердотельных лазерах появились волоконные, которые обладают очень стабильными характеристиками. Соответственно, вот, компания, она предполагает определенную структуру, как научную, так и производственную. Следующий слайд, можно? Вот все основные отделы представлены на этом слайде и структура компании, поскольку лазерная технология – это очень быстро меняющийся процесс, быстро меняющиеся идеи, новые подходы, возникает необходимость, как мы считаем, предприятие полного инновационного цикла. То есть мы сами разрабатываем, сами придумываем идею, сами делаем конструкцию, сами формируем документацию, производим, поставляем, внедряем, поддерживаем технологически и технически. То есть фактически вот такая структура, она обеспечивает полный инновационный цикл. Следующий, пожалуйста. Лазерная технология, вообще говоря, может применяться для самых разнообразных материалов. Но основными являются, по сути, вот несколько направлений. Это резка материалов, это сварка и маркировка и гравировка. Это вот основные направления. Конечно, есть еще терна обработка, наплавка, очень много перспективных процессов, связанных с обработкой поверхностей металлов и различных материалов модификации. Но основные вот эти три. Значит, соответственно, можем перейти, пожалуйста, еще к системам, которые производятся на сегодняшний день. Это вот здесь показаны серийные системы лазерной маркировки. Тоже очень обеспечивает большую гибкость. Это как и стационарные станции, на которых можно работать, как станочное оборудование, так и системы для встраивания в технологические процессы. Когда у вас, например, здесь маркирующая головка может быть помещена как в конвейеры, в различные системы для производства, непосредственно в технологические линии. Вот. Имеются также системы лазерной микрообработки. Это такие закрытые станции с большим количеством механических осей, которые позволяют получать уникальные возможности по обработке очень специальных материалов. Я вам в дальнейшем это дело покажу. Пожалуйста, еще. Значит, системы лазерной резки. Как примеры. Это, как правило, всегда закрытые кабины, в которых есть возможность с помощью механической оси или перемещать лазерный луч по заданной программе и формировать, соответственно, соплом струю режущего газа. Пожалуйста. Системы лазерной сварки. Вот показаны на этом слайде. Также бывают ручные, автоматические, полуавтоматические. И мы посмотрим, что можно с помощью их изготавливать. Пожалуйста, следующий. Значит, очень большая проблема в лазерной технологии. Она связана с тем, что вам необходимо транспортировать лазерное излучение. Как можно передать лазерное излучение? Зеркалом, правильно? Это вот фактически до последнего времени это был единственный способ передачи лазерного пучка. Поскольку это излучение, вы его можете отражать и передавать на какое-то расстояние, а это необходимо.